Мои дорогие, я возвращаюсь домой спустя четыре часа, как вам моё преображение, решила подстричься покороче, такую красоту мне навелись, но сейчас ветер, вы не поймёте, как очень холодно, я прямо вся продрогла, потому что у меня было два раза там сначала отбеливание, обесцвечивание, то есть сначала было обесцвечивание, потом было тонирование, потом стрижка, и я решила вот так подстричься покороче. Мои дорогие, может так вот, чтоб ветер не видно, я очень довольна результатом, мои волосики в прекрасном состоянии, и спасибо Олечке за проделанную работу. Всем привет, мои дорогие! Мы сегодня занимаемся делами с Натальей и пропиской. Вчера были, кажется, прописки ходят, вчера были мы на рандеву, и у них неправильно был сделан контракт, и сегодня всё началось с нуля. Да, пришлось им заплатить две тысячи, потому что нужно было переводить документы с украинского, паспорта их на турецкие, 700 биры, это две тысячи, с чем-то тысячи штук, грубо говоря, взял контракт новый. А вот такие вот дела, друзья мои. И вчера заплатили они на одного человека, вещества, кажется, ну пять тысяч вчера. Около десяти тысяч вышло в МЖ на двоих. Так вот, посмотрим сейчас, как нам и что дадут, по-моему дадут на год. Так что вот, мы с этим не зря таким идём. Друзья мои, на площади собрались полицейские. Почему? Потому что, видно, умер у них полицейский, и здесь в джами службу проводят. А что вот этот майонез, что мы сделали такого цвета? Да, да. Одинаковые они все. А то, может, забрали у него еду. Надо туда поедать, а вот. Приятного нам аппетита! Добрый вечер, мои дорогие друзья! Сейчас я сидела на вебинаре и нарисовала такой рисунок. Также делала конспекты. В общем, всё успевала. Это вчера я ночью рисовала, вечером. Это вот сейчас такой красивый. Это мой лотос. Всё происходит здесь на лотосе. Рисую каждый день мою любимую нейрографику. Сейчас промоушен начался. Поспешите попасть в него. Всем привет, мои дорогие. Вот я снова с вами. Вновь с вами, мои дорогие. У меня такие загруженные дни. Меня спрашивают и просят, пишите почаще видео. Знаете что? Не получается. Не получается, потому что всё время с камерой быть это очень сложно. Есть же какие-то моменты в жизни, когда невозможно. О чём бы я хотела с вами поговорить. Мы ходили на рандеву с Натальей и с Владимиром. Сейчас я бегу и по дороге с вами пообщаюсь. Бегу куда? На встречу с девочками. Будем рисовать сегодня нейрографику. И вот, мои дорогие. И то быстренько собралась на ходу. Девчонки уже ждут. Я опаздываю. У меня было по бизнесу срочное дело, поэтому задержалась. Они в курсе. Ходили мы на счёт рандеву. Когда ждали, стояли в очереди на отпечатке пальцев к нам. Почему я вам хочу это рассказать? Потому что такая была шоковая у меня реакция. И я хочу предостеречь вас от такого. А именно, мы сейчас, дорогие, я перейду дорогу и пробежу. Когда мы стояли в очереди, была большая очередь, к нам подошли. И подошла ко мне именно женщина и спросила, вы по-русски по нему говорите. Я говорю, конечно, помогите нам. Я говорю, а что произошло? Она начала объяснять ситуацию, что они, беженцы из Украины, купили здесь квартиру. Она лично купила у хозяина квартиры. И, оказывается, приехали они сюда на машинах. У неё там друг тоже был. Он купил в каком-то агентстве. Я не хочу говорить об этом сейчас. И в итоге, когда они здесь побыли и посмотрели, что здесь нечем заниматься, никак не заработаешь деньги, не устроишься на работу, они решили искать другой выход и уехать в другую страну. Страну тоже не буду называть. И у них уже билеты куплены. Когда они разобрались в топу с покупкой дом, недвижимости, и пришли оформлять документы ВНЖ для чего? Потому что машины без ВНЖ не имеют права не оставлять. На машинах ехать в эту страну им нереально. Билеты куплены на конец месяца. И если они не успеют, то они потеряют эту возможность. Эта страна европейская закроет доступ беженцев. В общем, у них такое критическое положение. И она мне это все объясняет в красках. Этот друг ее подошел тоже. Он, видно, очень в таком стрессе. И подходит ко мне и говорит, продайте нам адрес. Я говорю, как это? Друзья, дело в том, что они приобрели недвижимость в тех местах, где закончился лимит. В Мерсине, к сожалению, очень много таких районов, где ВНЖ не делают. Даже если ты приобрел имущество. Купил недвижимость. И они попали в эту зону. Пришли они для получения прописки в Геочи Дарисе. То есть это административное учреждение. Им отказали. И они сейчас не знают, что делать. Конечно, обижены, что их обманули, было агентство. Взяли с них очень огромные деньги. И не предупредили о том, что в ИНЖ невозможно получить с их нового места жительства. Я не знаю, как-то эта ситуация сама разрулилась. У них была куча звонков. Они просили и на меня о помощи. Но я должна была разобраться о конкретной ситуации, чтобы что-то посоветовать. И в итоге я ничего не смогла понять. Он тоже в панике звонил. Спрашивал моего мужа. То все. Но люди действительно в шоке, в стрессе. И пожалуйста, будьте очень бдительны, мои дорогие. Если вы покупаете квартиру Мерсинь, пожалуйста, проверьте ее по всем, по всем пунктам. Потому что агентству недвижимости нужно быстренько продать эту недвижимость. Вы потом не сможете ничего сделать. Понимаете? И у них есть недвижимость, но они не могут в ней проживать больше какого-то срока. И машины, я не знаю, чем закончилась их история. Они там где-то какой-то адрес купили. А как купить адрес, скажите? Это же все нелегально. Ведь когда ты прописываешься первый раз по адресу, к тебе приходит полиция и проверяет, живешь ты в этом месте или нет. Вы понимаете? Да какая ответственность? Он мне говорит, продай мне свой адрес. Я говорю, здравствуйте. А как это так? Ну, люди не в адеквате. Их можно понять. Такая ситуация ужасная, да? А я вот с вами уже почти дошла до берега. Девочки меня простят. У меня была очень выгодная сделка сейчас, встреча. И думаю, они меня простят, что я опаздываю. Я не видела с ними более недели, так как я в ту пятницу была с Натальей и Владимиром. Но мы им все сделали. Они получили временные удостоверения. Пластиковые корочки, паспорта придут к ним по почте, пришлют. У них есть интернет. Мы подключили их. Карту с телефонным номером они решили взять. Можно, конечно, и так тоже на 50 лет дороже. Там, кажется, 350. 350 интернет подключения и 120 в зависимости от скорости, гигабайтов. Они выбрали тариф. Еще что могу вам сказать. А баннели к воду на свет. Им сразу подключили после подписания контракта. Но хочу еще предупредить вас. Нам пришлось контракт об аренде переделывать. Потому что старый не принял. И он обошелся. Тысяча, кажется, в 100 в нотариусе за контракт. И 300 лир переводчику. И 400 лир уплатили за налоги. Да. Вот такой контракт. Как им дорого обошлось все. Ну а что делать? Зато они законно будут находиться. И геучидарисы взяли документы с проблемой. А первый раз у нас не одобрили эти документы. То есть первый раз за 300 лир. Хозяин пошел. В печати поставил. И все. Оказывается, сейчас новый закон. В чем он заключается? В том, что тариус сам пишет контракт. И все сам проводит правильно. Они перешли уже на новое место. Очень довольны. Ну и они поблизости с нами. По соседству. А я вперед из песни. Какая теплота, жара в Мерсине. Хорошо, что я так оделась легко. Сегодня обещали нам дождь. И мы не пошли на йогу. Ждем и не пахнет. Мои дорогие девочки и мальчики. Море обалденное. Покажу вам море. Сейчас вторые сутки полнолуния или третий. Не помню точно. Море вчера такое было беспокойное. Луны вообще не было видно. Вот наша набережная и бабочка. Ставьте лайки. Подпишись на мой канал. Нажми на колокольчик и на все уведомления.